Валерий Константинович, напомните, пожалуйста, название травы, которую вы садите в пресвольный круг деревьев, конечно, мучили. Значит, садил. Дело в том, что у меня эта идея погибла на корню. Несколько лет густой шелковый ковер. Эх, показать бы вам фотографию. Не готова долго копаться, искать. Густой шелковый ковер. Так, прекрасно размножается. Это появится по бегоносцу. Вначале требует ухода, как любое, все, что вы садите на грядку, надо же бороться с сорняками, которые могут забить. А так как быстро размножается, захватывает территорию, то год-два можно получить прекрасный газон, можно получить весь сад за рощей травы. Но у меня потом оказался недостаток. Какой? У меня случались морозы бесснежные. И она уже прекрасно, я уже время потерял, я уже силы потратил. У меня такой крутейший, как густой ковер под саду, который защищает бесснежные зимы от мороза. Прошла бесснежная зима, морозная, что я вижу. Она вымерзла частично, нет. И дальше пошла проплешинами. И наша песня хороша. Начинаю сначала. Я перестал заниматься. Постепенно она была все-таки побеждена местной травой без моей помощи. И я прекратил это дело. И у меня только первые годы, 15-20 летние давности снимки. Там прекрасный ковер. Я даже дерном размножал. И сейчас он у меня еще есть. Но уже отдельными островами. Больше я этим не занимаюсь. Почему? Потому что я не могу дать гарантию. Когда-то вылезла с Ростова, якобы растет в пойменных лугах, а там всегда сыро. А там же каких чертов мороза? Нету никаких морозов в Ростовской области. Как здесь, когда земля каменеет. В общем, я с ней расстался с сожалением. Потому что чудесная вещь. Где-то, может быть, она и пойдет. Но больше я перестал ее пропагандировать, и размножать, и продавать. Еще опыт про полюцию и бегоносовую. Посадила большую грядку. Столько нор машинных. Столько нор машинных было в этой грядке. Из нее они делают днеза на зиму. Зато они были не голодные. И саженцы не съели. Вот что интересно. У меня есть фотография. Конечно, искать надо минут 20-40. У меня там тоже пришла весна. И вся вот эта вот моя полюция по деревне была изрыта. Прям буквально. Такое ощущение, что это был мужчинный год. И не тронули ни одно. Но это не значит, что она безопасная полюция. Да, полюция бегоносная, как дёрн. Или вообще любой дёрн, польза гигантская. Без него нельзя. Сады должны быть задернены. А что делать с мышинами? С мышами? Ведь мы же создаем для них оптимальные условия. Да, мы бережем с помощью дёрна, мы бережем моих любимых муравьев. Это плюс. Но и мыши тоже. Одно дело, возьмите картофельное поле. Почему там мыши не живут? Зачем? Какие там норы могут быть? Они с голода сдохнут. Если даже нор понаделают. А подёрнами безопаснее, их труднее заметить этим коршуном. Вот. Лисам, которые умудряются по нашим садам шарить. И рисы тоже шарят. Значит, получается, что первые 5-6, бывает 7 лет. Если плохо растут, то пока задубеют кора. Как хотите. Защищайте искусственным путём. Я когда-то, когда большой сад садил промышленный, идём этим рубероидом закрывал. Этим самым. На зиму. Вот. Или отпугиваете. Или травите. Как хотите. Но, всё равно, по левице я всё-таки уже не пропагандирую. На задернение. Обязательно. Обязательно. А мыши защищайте их другими способами. Не такими, что вокруг. Если сделать, как вот эта дама учила, вокруг кружочек, как она сказала, да за его, за это самое, ещё и протяпывать, да? Конечно, шансов. Потому что мышь боится на какой-то пространстве улезти. Но пусть она и не переживает про мышей тоже. Закроет снегом, и мышь наделает снегу нор, и абсолютно будучи безопасной от коршунов, от соколов, ядь этих, и прочих лис, они спокойно доберутся до, им голодный год, спокойно доберутся до штаба. Свеженького, зелёненького, витамины. Поэтому от мыши защищаться надо, ну, более современными способами.